Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, Надя к нам подтягивается Значит, вот так вот сюда его вставим И, собственно, давайте запишем то, что говорит компилятору Говорит компилятору использовать пространство имен STD Говорит компилятору использовать пространство имен STD Говорит компилятору использовать пространство имен STD В этом именном пространстве В этом именном пространстве Объявлены потоки CIN, COUT То есть, помимо того, что потоки CIN, COUT находятся в файле EOS 3 Они также находятся в именном пространстве, которое называется STD Это ясно? Да, понятно Понятно Теперь смотрите В принципе, эту строку можно убрать Давайте уберем Удалим using namespace STD Нажмем CTRL и все И что мы видим, товарищи? Что же мы видим? Что же мы видим? М? При нажатии на CTRL и все Что же мы видим? Ошибочки Ошибочки видим Те же самые Те же самые Как видите C2065 COUT Undeclared Identifier И E0020 Identifier COUT Undefined То бишь, видите Хоть так, хоть так Компилятор не может найти COUT Хоть EOS Stream нету Хоть STD нету Но Если без EOS Stream Нельзя обойтись Ну, можно, но вы видели Насколько это по-португальски Я не советую так делать То без using namespace STD Обойтись можно Если мы не сказали Компилятору Что нужно юзать Это именное пространство Мы можем непосредственно Перед каждым COUT Просто сказать Компилятору Что COUT Находится в именном пространстве STD Для этого Перед COUT Нужно написать STD И двойное двоеточие Вот это вот Оператор разрешения Видимости STD Это область видимости А вот это Оператор разрешения Видимости Это Смотрите Область видимости Очень удобно Сравнивать С папками Область видимости Это как папка Вот Мы когда Перемещаемся По файловой системе Там Заходим В разные папочки Чем у нас Разделяются Имена каталогов Имена файлов Чем они у нас Разделяются Товарищи Чем имена каталогов Разделяются Двоеточие И Двоеточие Ставят только После имени диска Вот это вот Что за значок Бэкслэшами Разделяются Точно так же Как имена каталогов Разделяются Бэкслэшами Именные пространства И отделяются Друг от друга Двойными двоеточиями Кстати в старых Маках Кажись даже В файловой системе Вот так вот Разделялось Вот Ну я сам не знаю Не видел это Я только в книжке читал Так вот Смотрите И в принципе Если мы напишем Явным образом Перецеалом Что он находится В умном пространстве СТД Нажмем Ctrl F7 У нас ошибок Никаких нету Ctrl F5 У нас все запустилось Hello world А теперь смотрите Что я хочу сказать Вот так вот Даже более правильно Делать Обычно Кто Программирует На C++ То есть Знают Что вот это Это как минимум Правило Хорошего тона То бишь Явно указывать Где у нас Какая сущность Находится В каком Именном пространстве Но Что я хочу сказать Пока мы с вами Только учимся И только Начинаем Программировать Поэтому Все таки Давайте Напишем Using Namespace СТД Namespace СТД И нам так Будет проще Потому что У нас Сейчас и так Будет куча ошибок Которые Нужно будет Анализировать Как-то Пытаться Понять Откуда Они Взялись И давайте Сейчас по максимуму Все таки Уберем Рутину Вот Ребят Ваши вопросы Касательно Using Namespace Могу попросить У меня почему-то ошибки Не выдает Не выдает Конечно Можете Конечно Скажите Простите Как вас зовут Как вас зовут Антон Меня зовут Это Елисеев Антон Да я вижу Фамилия написана Но я просто Не люблю людей Называть по фамилии Я Люблю обращаться По имени К человеку Антон Скажите Пожалуйста Я другой Теперь на Windows Да 310 Так 310 398 398 594 594 Есть Есть Так Ну показывайте У вас 21 на 9 Да Как удобно Очень Я не знаю Как бы я вот это работал С таким моно Мне проще 2 поставить Вы знаете Ну еще лучше 3 конечно Так Ошибки нету Завершился с кодом А ну-ка Control F7 Смотрите Дело в том Что Вы Вот это вот Написали В другом файле А Все я вижу Поняли Поэтому нет ошибки А вот давайте Давайте наверное Сейчас Так А где этот файлик Находится вообще Desktop Стоп Программирование Проекта А вот этот файлик Hello Hello Cpp Смотрите Давайте мы наверное Вот это вот Вы Конспект Тоже пишете Это я уже сделал Это я уже сделал Так Ну давайте Скопируем Вот сюда Смотрите Ребят Чтобы не было путаницы Старайтесь Все таки Так А у вас Ага У вас русский Стоит Да Чтобы не было путаницы Старайтесь Чтобы тут было немного Файликов Потому что я сам иногда Туплю на файликах Так Сохранить И Вот здесь Вот теперь Убираем Using SPS STD И Control F7 Control F7 Вот видите Идентификатор Cout И Антон Поставьте пожалуйста Как нибудь На English Да Вот Ну там Либо сегодня После занятий Либо на выходных Уже Переставьте пожалуйста На English Потому что на русском Это Хорошо Это слезы Это слезы Просто они студии Так Хорошо ребят Ребят Вопросы По using namespace STD Будут еще? Да нет вроде Все нормально Все понятно Хорошо Тогда Вот эту строчечку Вот эту строчечку Пишем в тетрадочку Void main Void main Void main Кстати Сейчас я кодировку Поменяю Потому что Вы нас С гидхаба Не сможете читать По русски Давайте сразу С кодировочкой Решим Итак Ребят Значит смотрите Когда вы слышите Вот давайте С вами договоримся Когда вы слышите Main Мы не просто Вот так Main Пишем Мы пишем Main И ставим Круглые скобки Итак Main Это главная Функция Главная функция Которая Является Точкой Входа В программу Поскольку С нее Начинается Выполнение Любой Программы Является Точкой Входа Поскольку С нее Начинается Выполнение Любой Программы Поскольку С нее Начинается Выполнение Любой Программы Есть Есть Функция Main Функция Main Обязательно Должна Быть В любом Проекте Функция Main Обязательно Должна Быть В любом Проекте Но только Одна Но только Одна То есть В одном Проекте Двух Main Нельзя Писать Будет Печалька Какая Печалька Посмотрим Немножечко Попозже Хотя Можем И сейчас Посмотреть Ну смотрите Нет Давайте Наверное Мы все Запишем Давайте Все запишем Про Main А потом Попробуем На практике Итак Ребят Запишите Пожалуйста Ключевое Слово Void Ключевое Слово Void Void Или Пустота 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 Показывает Что Функция Main Ничего Не Возвращает Ничего Не Возвращает На самом деле Любая функция Даже Взять Кто В Excel Работал Там Есть Функции Вы должны Знать Что Любая Функция Экселевская Она Что Возвращает Допустим Функция Сумма Что Возвращает Функция Сум Сумму Ячеек Правильно Вот Ну и так Далее То бишь Она Принимает Какие Это Ячейки Суммирует Все Значения В этих Ячейках И возвращает Нам Сумму Ну Которую Она Получила Правильно Точно Так Же Любая Другая Функция Но Есть Функции Которые Ничего Не Возвращают Допустим Наш Main Он Ничего Не Возвращает Вот То есть Он Void Вот Допустим У Зары Int Main У Никиты Тоже Int Main Ну В Маках Там Main Постоянно Должен Что-то Возвращать Ребят Ну Я предлагаю Сейчас Сильно Не вдаваться В эти Подробности Мы Это Все Максимально Подробно Разберем На теме Функции Сейчас Не будем Сильно Глубоко Нырять Вот Значит Давайте Запишем Int Тоже Самое Что Void Чего Чего Int Это То же Самое Что Void Ну Не Совсем Так Не Совсем Так Int Void Это Разные Вещи Ну Мы Вот Здесь Мы Void Пишем У Вас Там Int Должно Быть Написано Без Этого Просто Не Компилируется Так Вот Что Значит Int Чего Говорите Никит Что Значит Int Давайте Мы Чуть Попозже Разберем Чуть Чуть Попозже Разберем Пока Просто Давайте Воспримем Это Как Должное Int Это Тип Данных Ну Типы Данных У нас Будет Отдельная Тема Мы Достаточно Подробно Об этом Пообщаемся И Как бы Тогда Вы Значит Ну Давайте Все Таки Поговорим О том Что Функция Main Обязательно Должна Быть В любом Проекте Ребят Вот Смотрите Ну Можем Main Назвать Давайте Main Назовем С большой Буквы Назовем Main С большой Буквы Ctrl F7 Ctrl F5 Ну Смотрите Я нажимаю Ctrl F7 Все Нормально One Succeed Zero Failed Но Когда мы Нажимаем Ctrl F5 Появляется Вот такое Окошечко There were Build errors Would you like To continue Run Relax Successful Build То бишь Возникли ошибки На этапе Компоновки Или Сборки Не хотите Ли вы Продолжите Запустить Последнюю Удачную Сборку Нет Не хотим Ребят И мы Здесь Внизу Увидим Ошибочки Ошибочки Unresolved Externals И вот тут Вот у нас LNK Ребят Что значит LNK Link Это Linker Error Ошибка Компоновки LNK 2019 Unresolved Externals Symbol Main Reference Adin Function Int Cdecal Invoke Main Вот То бишь Смотрите Компоновщик Не может Найти Main Не может Найти Точку Входа В программу А значит Он не знает Что расположить Вверху С чего Начать Выполнение Программы Потому что Вот смотрите Да У нас тут Main Но с большой Буквы Но мы не Учли тот момент Что C++ Это регистрозависимый Язык То бишь Большие Маленькие Буквы Отличаются И компоновщик Ищет Конкретно Вот эти Четыре Буквы Конкретно Вот эти Четыре Буквы Это понятно 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 Окей Окей Это касательно Того Что функция Должна быть В любом Функция Main Должна быть В любом Проекте Но только Одна Касательно Того Что только Одна Ой Что же Я сделал Давайте Еще один Void Main Напишем Ну тут Ctrl F7 И видите Main Redefination Different Basic Types То бишь Ну так Нельзя Сделать То есть Тут у нас Явно Даже на Этапе Компиляции Но Как иногда Делают Допустим Получают Домашнее Задание Четыре Задачи И думают Ёшкин 20 Вот я Одну Задачу Уже Решил Там надо Было Hello World На экран Вывести Решим Вторую Задачу Там Где Надо 2 2 2 На экран Вывести Создается Еще Один Файлик Вот у нас Проект Называется Hello Вот мы В одном Файле Работаем Создаем Еще Один Файл Пускай он Будет Source Cpp Вставляем Сюда Код Пишем Здесь Код Вот Задание 2 Нужно Вывести 2 Плюс 2 Ctrl F7 Ребят Судя По Этому Выводу У нас Все Нормально Или Нет Один Сексидед Zero Файл Да Все Нормально Да Да Ну Нажимаем Ctrl F5 И Если Мы Видим Вот это Окно Как Вы Думаете У Нас Таки Все Нормально Ну Уже Не Все Нормально No И Что Мы Видим One Or More Multiple Defined Symbols Found Main Already Defined In Main Обж То Бишь Два Main Мы Сделать Не Можем Ну Нельзя Так Сделать Невозможно Так Сделать Ребят Очень Глупый Вопрос А Если Сейчас У второго У Source Cpp Void Заменить На Int Это Не Будет Другой Main Нет Это Не Будет Другой Main Не Будет И Даже Если Вот Сюда Вот Что То Вписать Какой Небудь Int То Компоновщик Нам Скажет То Что Функция Main Не Перегружается Вопрос Впал Вот То Есть Как То Так Поэтому Ребят Если У Нас Две Отдельные Задачи То Нам Либо Два Отдельных Проекта Нужно Создавать Либо Как То Я Вам Покажу Как Несколько Задач Засунуть В Один Исходник Поэтому Ребят Вы Видели То Что Main Обязательно Должен Быть В Проекте Но Только Один Все Это Увидели Да Алина У меня Совершенно Другие Ошибки Выводят Совершенно Другие Ну Давайте Глянем На Ваши Ошибки 5.85 5.85 Сейчас Юр Сейчас Так 5.85 Сейчас У меня Тут Два Деска Отпало Я Дески Позакрываю Некоторые Так Сейчас 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 Так Ну Давайте Заново Давайте Заново Так Быстрее Будет Так 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 Ой Ой 5.85 Это У кого-то Из Дума Из Четвертого Заставочка Так Ну Пускайте Юра Впускайте Так Говорите Вообще Ошибки Другие А смотрите Здесь же Вы сделали Два Мейна Юра А можно Пожалуйста Мышку Так Сейчас Мы на весь экран Сделаем Redefination Different Basic Types Смотрите Это вы сделали В одном Файле У меня Когда было В одном файле У меня У меня Та же Самая Ошибочка Была Ну Вот Смотрите Вот Зацените Смотрите Да Сейчас Вот Так Сделаем Что Тут Далеко Ходить Control F7 Redefination Different Basic Types Юр Увидели Да Увидели Хорошо Хорошо Смотрим Теперь Значит Этот Main Мы Грохнули Грохаем Этот Main Еще Один Файл Создаем Создаем Еще Один Файл Ну И Че И че Так Долго Так Хорошо Копируем Сюда Все То же Самое Control C Control V Control F7 Control F7 Ну Все Огонь One Существует Control F5 Вот Вам И Приехали Main Already Defined In Source One Multiple Defined Symbols Found Юр Увидели Да То есть Это Надо было Сделать Эту Ошибку Просто В двух Разных Файлах Да Чтобы Эта Ошибка Видите LNK У вас Была CE Compile Error А здесь LNK Error Ошибка На этапе Компоновки Не копируем В том же Самом Исходнике Да Да Поняли То есть В том же Самом На этапе Компиляции Просто Улетает А здесь На этапе Компоновки То бишь Main Это Ребят Итак Ребят Значит Давайте Запишем В тетрадочку Далее Круглые Скобки Круглые Скобки Показывают Круглые Скобки Показывают Что Main Это Функция Круглые Скобки Показывают Что Main Это Функция Показывают Что Main Это Функция вот круглые скобочки далее фигурные скобки фигурные скобки вот эти вот скобочки показывают начало и конец функции main показывают начало и конец функции main определяют ее тело и область видимости определяют ее тело и область видимости есть есть хорошо так ну давайте стд вот это уберем чтобы нас не запутывать вот значит давайте запишем то что пока мы будем писать только в теле функции main то бишь выходить за фигурные скобки нельзя пока можно писать только в теле функции main выходить за фигурные скобки нельзя выходить за фигурные скобки нельзя далее товарищи далее си аут си аут или же консол аут консол аут это поток вывода на экран поток вывода на экран выводит значение я выводит значение я в окно консоли выводит значение в окно консоли си аут может выводить как одно так и несколько значений может выводить как одно так и несколько значений си аут и его значения разделяются вот этой вот штукой разделяются вот этой елочкой значит давайте снова с новой строки нарисуем вот эти стрелочки выделите их жирным таким каким-то образом чтобы они в глаза бросались вот эту елочку нарисуйте и напишем то что это оператор перенаправления в поток оператор перенаправления в поток отправляет значения в поток си аут 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 Вы еще не потерялись, нет? Да пока нет, пока нет. Так вот, hello world, hello world, hello world. С новой строки, пожалуйста, давайте запишем hello world и напишем то, что это строковая константа. Hello world, это строковая константа. И напишем, что строковая константа, строковая константа. Это цепочка символов, заключенная в двойные кавычки. Строковая константа, это цепочка символов, заключенная в двойные кавычки. Цепочка символов, заключенная в двойные кавычки. Так, значит, строковая константа может включать в себя какие угодно символы. Строковая константа может включать в себя какие угодно символы. Есть. Даже математические плюсы и минусы. Да, специальные символы может включать. Какие угодно, ребята. Смайлики. Смайлики, да. Но смайлики только там по ASCII коду нужно добавлять. Нужно знать ASCII код символа и по ASCII коду добавить туда символы. То бишь, по ASCII коду мы любой символ можем добавить в состав строковой константы. Только нужно HEX код знать. Ну, допустим, вот... Блин, а у меня я не помню. Давайте смайлик сделаем. Вот тут вот будет X... Ой, Че. 2 Че. Так, вот тут вот 0.3 допустим. А, у меня, видите, консолос шрифт. Давайте сделаем точечные шрифты. Raster fonts. Да, максимальный. О, простите, у меня не смайлик. У меня сердечко получилось, видите. Вот. Ну, это почти смайлик. Это почти смайлик. Ну, да, да. То есть, видите. Ну, давайте пока не будем заморачиваться. Мы до этого тоже дойдем. У нас будет пару задачек. Там, где мы это осознанно уже все рассмотрим. Вот. Значит, следующий очень важный символ. Ребят, с новой строки напишите, пожалуйста, точка с запятой. Точка с запятой. Это признак конца выражения. Признак конца выражения. Точно так же, как точка показывает конец предложения в письменной речи. Точка с запятой показывает конец выражения в си плюс плюс. Конец выражения в си плюс плюс. Давайте запишем, что программа на си плюс плюс состоит из, представляет собой последовательность выражений и других конструкций. Выражений и конструкций. Еще раз. Программа на си плюс плюс представляет собой последовательность выражений и конструкций. Ну, выражение это тоже, в принципе, синтаксическая конструкция. Но, скажем, в эти детали мы нырнем немного попозже. Сейчас не будем сильно углубляться. Вот. Сейчас нам просто важно знать, что как называется, называть вещи своими именами. Ну и, соответственно, чтобы мы вот здесь знали, что для чего и зачем нам нужно. Ребят, ваши вопросы. Мы с вами рассмотрели структуру программы полностью. У вас будут какие-то вопросы? Повторите, пожалуйста, программа на си плюс плюс… Программа на языке си плюс плюс представляет собой последовательность выражений и конструкций. Программа на си плюс плюс представляет собой последовательность выражений и конструкций. Ребят, готово? Чего-чего, Никит? Два раза попробовал написать и О, и другое предложение, и не получается, не работает. Не получается. Никита, напомните, пожалуйста, ваш деск. 125. Начинается она 127, правильно? 125. А, 125, все, сейчас. 125. Заработаем. Так, Hello C++. Нет, еще заработал. Ну, так, а что, тут все правильно написано. Давайте сбилдимся. Ну вот, Hello C++, Hello C++, все есть. Видите, все есть. Я только в одну строчку написал, Никит. Ай? Когда я попробовал второй раз после того, как вам сказал, все получилось. А, я понял. Такое бывает. Такое бывает. Так, ребят, давайте теперь вот тут вот напишем Cout. Привет, мир. Cout. Привет, мир. Ctrl F7. One succeeded, zero failed. Затем Ctrl F5. И рассказываем все, что мы видим. Говорим все, что видим. Ребят, что мы видим? Мы видим, что программа не понимает, как вывести русский язык. Ну, да. Мы видим то, что здесь, в принципе, в принципе, все понятно написано, но непонятно на каком языке. Вот. Дело в том, что, видите ли, по умолчанию его... У меня ошибку выдал. Ошибку выдал. Так, Рома, какой у вас дэш? 370. Сколько, сколько? 370. 370? Может, потому что без точки с запятой нет? Ну, конечно, без точки с запятой. 370. Так, 370. Захожу. Впускайте. Так, Рома, отдайте мне только мышку, пожалуйста. Я ничего не трогаю. Понял, понял. А, так вы же добавили вот у вас, видите, еще один. Давайте его грохнем. Ой, вы еще не там... Я извиняюсь, Рома, тут придется сейчас все аут поэтмир написать. А, написать, да? Да, пишите, пишите. А вот это убрать надо, да? Да не надо его убирать, пускай будет. Да, ладно, да. От него ни жарко, ни холодно. Вы же ее занули на Мспейс СТД. Значит, все огонь. Да. Ой, блин, блин, блин. Э! Э! Да, Э! Да, все! Того уже поставили. Так, точка запятой. Нет, точка запятой. Ctrl F7. да ну дайте попробую это прочитать я все время пытаюсь у меня а йошь еще ну на китайский через чуть-чуть похоже по произношению короче чтобы у нас по-человечески отображались русские буквы консоли нужно установить русскую кодировку для этого в самом начале мэйна вызываем функцию set locale lc all russian set locale lc all russian control f7 control f5 пожалуйста привет мир lc all запятая буква b russian в кавычках двойные кавычки russian русиан русиан . запятой же до контролы всем контролы всем роман контролы всем контролы всем да ну конечно я вот это люблю комментировать как студенты пишут коды это так весело и так товарищи у всех получился привет мир давайте проконтролируемся у кого привет мир появился на экране плюс не те пожалуйста в чат давайте проконтролируемся а то мне что-то кажется что меньше народу стало может мне так кажется конечно но сейчас мы в этом убедимся товарищи так должно быть 22 плюсика хочу получается сколько языков будет столько и прописывать ну ну смотрите в принципе да но очень же много языков используют латиницу правильно вот если вы там хотите chinese japanese но опять же таки вас кижись китайского и японского нету а может и есть я не знаю в юникоде точно есть в юникоде все есть так смотрим считаемся 5 человек 10 человек 15 человек 16 человек сейчас перекличку буду делать сейчас буду делать перекличку товарищ где мой журнал где у меня какие-то я не ставлю плюс глюки какие-то юра какой у вас деск так сейчас зара сейчас у юры посмотрим 585 на ловца и зверь бежит я четко на ваш попал так а что за глюки а в эту точку с запятой не поставили ставьте точку запятой контроль нету двоеточие до контролы всем контролы всем контролы в 5 контролы в 5 так юра ставим плюсик ставим плюсик зара напомните пожалуйста ваш деск а получилось все все алик анатольевич не получается мне получается говорите деск дима 801 сейчас я уже я уже у вас точка запятой после ст д . . запятой после ее в жопнули чисто случайно наверно контролы всем вот контролы всем контролы всем контролы всем а контролы в 5 огнище дима ставьте плюсик супер благодарю всегда пожалуйста ребят вы же если что-то не получается не стесняйтесь видите так я уже не помню да да сейчас сначала придется считать так 5 10 15 3 4 20 только почему тоже 23 дойна что не пишет у нас 23 плюсика а все раз 25 ну отлично отлично ребят все вижу все на месте не буду делать перекличку не буду делать идем дальше может вопросы какие есть ребят надо будет вопрос вот мы здесь пишем в исходном коде снова строчка седьмая и восьмая до до в машинном коде получается все в одном на одной строчке как вот сделать чтобы снова строките смотри а нет это не в машинном коде это при выводе это при выводе это при выводе кстати вы очень хорошую такую особенность заметили и мы сейчас как раз к этому идем смотрите вот несмотря на то что мы вот здесь вот перенесли то что выражение в разных строках здесь все выводится в одну строку значит как бы не настолько она привязана не настолько связана с таким образом да и смотрите давайте мы сначала практические спектра смотрим вот если вот здесь вот перед кавычкой поставить backslash n перед кавычкой backslash n контроль всем тоже не машинный кодром а то вывод это вывод и мы видим что у нас с новой строки все выводится видите все вообще огонь так наверно все таки а все работает все работает хорошо ну подождите ребят подождите это еще не предел смотрите а давайте вот тут вот потыкаем backslash t вот так вот control и все а как backslash поставить backslash смотрите дима вот там или слева от энтера или над энтером смотрите вот там рядом закрывающая фигурная скобка возле твердого знака backslash возле твердого знака нашли дима так сейчас секунду окей еще 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 нашли отлично 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 пробуем и так товарищи и так товарищи control и всем control f5 и что мы видим что мы видим рассказывайте все что видите у меня как у психиатра что вы видите на этой картине черный красный заголовок да у нас hello world отъехал много раз пробел назад от начала строки что говорите лен как запомнить смотрите смотрите все очень просто эти вещи мы будем делать каждый божий день и и и вы не поверите да мы конечно сейчас запишем некоторые ключевые моменты но когда вы что-то делаете каждый день хотя бы по чуть-чуть вы это запоминаете вы это записываете в себя себе в голову у вас ну от руки тоже запоминают понимаете сначала мозг запоминает потом он распределяет это по нервной системе но мы с вами обсуждали это уже на прошлом занятии но вот эти все особенности почему нужно писать почему нужно много писать и собственно смотрите чем больше вы делаете сейчас поначалу тем проще вам будет тем проще будет лен это сейчас кажется это сейчас кажется все стремно потому что его много его просто много понимаете а дальше когда вы начнете это использовать у меня тут абсолютно ничего сложного нет абсолютно ничего сложного лен верю вот вот как-то так олег скажите пожалуйста что такое lc all это изменить все параметры кодировки дату время денежную единицу вот все вот эти то есть видите то есть региональные стандарты все то есть это не только языка еще а скос он понял что надо изменить на русский язык а мы же написали ему от русских рашен нужно писали от рашен вот дима дима вы поняли ой юра простите простите я чё-то мне показалось что дима говорил юра ну вы поняли да понял да я тоже понял что раз в скобках это за команда изменения русского языка lc all это команда получается ну смотрите нет вот эта функция а вот это ее параметры первый параметр показывает что именно поменять на русский язык ой что именно поменять а второй параметр показывает на какие региональные стандарты изменить поняли да lc all это параметры изменения языка не только языка а я же говорю дата время и прочие вещи а то есть они в кучу у него да 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 все изменить все изменить все вот как то так так хорошо товарищи еще вопросы а скажите а другой какой нибудь параметр можно еще поменять так вот для примера кроме языка кроме языка да ну я даже не знаю я даже не знаю вот ну а что мы можем дополнение какое нибудь внести там фуууууу ну я даже не могу сказать вот я не знаю просто даже какой пример тут привести еще ну и как то так обычно язык и погнали вот то есть ну ладно тогда все будет дальше вот ну да там дальше уже разберемся так так товарищи хорошо может быть отображение часов знаете бывает там до полудня после полудня ну да ампм там или 24 часовой то есть вот а другие языки тоже так же на английском просто писать да на английском то есть то есть то есть ну опять же таки ну тут не все 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 языки прямо ну допустим как бы ну русский английский четко работает но остальные ну что там немецкий я не пробовал испанский тоже я не пробовал это там где есть эти умлауты и так далее то есть но воды ну да 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 ну да 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 да. что включить здесь поддержку этого языка, получается, нужно будет в самом Сяуте написать на немецком, японском, испанском. Ну конечно, да, да, да. Никуда такого не умеет, поэтому, как бы... Да, и поэтому, как бы, вот. Тут же, ну, просто поменял, мы же не увидим. Вот. Нужно что-то же написать, какую-то фразу. А где ее взять? Ну, ребят, ну это вы можете, в принципе, попробовать самостоятельно. Это вы можете попробовать. Вот, как-то так. Ну что, идем дальше? Да. Идем дальше. Тогда запишите, пожалуйста, заголовочек. Запишите, пожалуйста, заголовочек. Эскейп последовательности. Эскейп последовательности. Эскейп последовательности. И давайте запишем, что... Ну, ребят, кстати, чтобы не писать вот это постоянно, эскейп последовательность. Сокращенно, вот, в скобочках, эск, эск. Вот, когда вы слышите эскейп последовательности, просто сокращаете его тремя буквами, и так мы будем максимально быстро писать. Так вот, давайте с вами запишем то, что эскейп эскейп последовательности. Эскейп последовательности нужны для выравнивания выводимой в консоль информации. Эскейп последовательности нужны для выравнивания выводимой в консоль информации. Эскейп последовательности нужны для выравнивания выводимой в консоль информации. Для выравнивания выводимой в консоль информации. А также для вывода некоторых специальных символов. А также для вывода некоторых специальных символов. А также для вывода некоторых специальных символов. Escape последовательности представляют собой... Escape последовательности представляют собой... Одиночные символы. Escape последовательности представляют собой... Одиночные символы. Одиночные символы. Экранированные символом. Вот этим вот символом. Ребят, что это за символ? Вот это вот. Backslash. Абсолютно верно. Экранированные символом backslash. Ой. Экранированные символом backslash. Это у нас... Обратная косая черта. Обратная косая черта. Обратная косая черта. А вот этот символ как называется, товарищи? Просто слэш. Это просто слэш. Это просто слэш. Просто косая черта. Просто косая черта. Просто косая черта. Ребят, готово? Ау. Да, да, да. Готово. Так вот, давайте... То есть или тем, или тем. Нет, нет. Экранированные. Только backslash. Это я так, чисто для примера, что есть слэш и есть backslash. Вот. Это чисто для примера, ребят. Слэш никогда и никого и ничего не экранирует. Итак, запишем. Давайте с новой строки. Давайте с новой строки запишем. Backslash. Backslash. Это символ отмены специального значения другого символа. Символ отмены специального значения другого символа. Еще раз можно? Да, конечно. Backslash. Это символ отмены специального значения другого символа. Он отменяет специальное значение символа, следующего за ним. Backslash отменяет специальное значение символа, следующего за ним. Backslash отменяет специальное значение символа, следующего за ним. Есть? Да. Есть. Ребят, наверное, не всем понятно, что значит экранированный, да? Экранированный символ, экранированный символ, значит, что перед этим символом стоит backslash. Backslash. Например, вот в этом примере буква А экранирована backslashом. В этом примере буква А экранирована backslashом. А практическое значение экранирования-то такое? Сейчас мы это разберем. Сейчас мы это разберем. Так вот, мы сказали, что символ backslash отменяет специальное значение другого символа, да? И, собственно, ну давайте вот здесь вот backslash кавычки. Backslash кавычки. Здесь, ну или давайте просто backslash. backslash отменяет специальное значение кавычек. backslash отменяет специальное значение кавычек. Это escape последовательность. Это escape последовательность позволяет вывести в окно консоли двойные кавычки. Есть? Позволяет вывести в окно консоли двойные кавычки. Смотрите, вот некоторые символы, ну, к примеру, те же двойные кавычки, они имеют особое значение для компилятора. Что это значит? Вот видите ли, у нас двойные кавычки показывают начало и конец строковой константы, да? Вот здесь тоже начало и конец строковой константы. Если мы захотим, чтобы у нас в консольке слово world было заключено в двойные кавычки, то мы, наверное, перед словом world поставим двойную кавычку и после world поставим двойную кавычку, правильно? Ну, логично. Мы таким образом заключили world в двойные кавычки, верно? Угу. Нажимаем Ctrl и все. И что мы видим? Ошибку. Ошибку. Illegal internal suffix, literal, траляля, три рубля и так далее. Ну, смотрите. Давайте... Будьте здоровы. Давайте подумаем, что мы сделали, что у нас вообще здесь происходит. Мы сказали, что двойная кавычка показывает начало и конец строковой константы, правильно? Угу. Мне уже в начале ошибку выдают. Сейчас, Рон, сейчас. Смотрите. Вот у нас начало строковой константы. Вот конец строковой константы. Ну, логично. Вот открывающая кавычка, вот закрывающая. Так же? Да. Вот еще одна открывающая кавычка, вот закрывающая кавычка. То есть, мы таким образом разорвали нашу строковую константу на две штуки, да? А вот этот world вообще пролетает мимо кассы. Он ни в ту, ни в ту константу не попал. Вот. И что получается? Еще две кавычки надо поставить. Нет. Еще две кавычки ставить не надо. А надо отменить вот эту кавычку и вот эту кавычку. Как отменить вот эту кавычку? Бэкслэш поставить. Бэкслэш перед ней поставить. Молодец, Надя. А вот эту кавычку как отменить? Тоже так же. Тоже бэкслэш перед ней поставить. Отлично. Я уже вижу, что вы разобрались. Это очень приятно. Это очень радует. Запускаем. И что мы видим? И что мы видим, товарищи? World в двойных кавычках. Видите, когда мы отменили специальное значение символа, для компилятора это самый обычный символ. Самый обычный. Он не имеет никакого особого значения. Мы же его отменили бэкслэшем. Ребят. Круто. Получилось? Да. Получилось. Хорошо. Хорошо. Получилось. Так. Теперь. Бэкслэш. Давайте запишем. Давайте вот так вот. Следующая эскейп последовательность. Два бэкслэша. И давайте запишем, что бэкслэш отменяет специальное значение самого себя. Ой, мебя. Мебя не надо. Себя. Самого себя. И давайте запишем, что Эта эскейп последовательность позволяет вывести символ бэкслэш в консоль. Что еще раз? Эта эскейп последовательность позволяет вывести символ бэкслэш в консоль. Позволяет вывести символ бэкслэш в консоль. Есть? Готово? 585, посмотрите, что-то у меня там ошибки забирают. 585, сейчас посмотрим. Двойные кавычки есть, слэши есть, а все равно куча ошибок. Так. А вы две пары кавычек тут поставили. Ctrl-F7. Ctrl-F5. Есть. Есть контакт. Так, товарищи. Ну, смотрите. Допустим, если мы захотим вывести какой-то путь, ну, не пишите, просто посмотрите. Допустим, С. Windows. System32. Drivers. Ну, вот так вот. Ctrl-F7. Ctrl-F5. Вы видите тут хотя бы один какой-то... Давайте вот тут еще бэкслэшен поставим. Вы, скажите, вы в этой строке видите хотя бы один бэкслэш? Ну, хотя бы один. Ни одного. Ни одного. Потому что, смотрите, бэкслэш отменяет специальное значение W, которого нету у буквы W. У буквы S тоже нету специального значения, что-то отменяет. Ну, и так далее. бэкслэши. То есть мы должны продублировать вот эти бэкслэши. Мы их должны продублировать. Вот этот бэкслэш отменяет специальное значение от этого бэкслэша. Вот этот бэкслэш отменяет отменяющие свойства от этого бэкслэша. Понятно? Так а может тогда без них вообще проще обойтись? Ни один бэкслэш? Ну вы посмотрите. Вот посмотрите, пожалуйста. Давайте откроем тот же путь. System32 Drivers. И когда мы заходим, ой, 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 когда мы путь к файлу видим. Вот нам нужно, допустим, сохранить путь к файлу. Видите? Ну нам же бэкслэшики нужны. Ну согласитесь, ну разделяется же здесь. Вот нам нужен путь к файлу. Как мы его еще можем записать? Только таким вот образом. Ну да, консоль только так. Ну только так. Только два бэкслэша. Запускаем. Запускаем. И что мы видим? Появились бэкслэшики здесь? Все работает. Вот. А чтобы показать, что Drivers это папка, нужен еще один бэкслэш. Ctrl F7. Ctrl F5. Вот, видите? А если бы мы вот тут написали, то чтобы у нас привет мир перенести на следующую строку. А тут еще бэкслэш N нужен. И видите, у нас вот это вообще вынос мозга. Три бэкслэша подряд. Ну как-то так. Ну по-другому вы никак не сделаете. Никак не сделаете по-другому. Вообще. Я же вам говорю, товарищи. Так. Снова в абзаца запишем. Снова в абзаца запишем. То, что некоторым символом, некоторым символом, бэкслэш наоборот, придает специальное значение. Некоторым символом бэкслэш наоборот придает специальное значение. Например, backslash m это new line. Новая линия? Да. Переводит курсор в начало новой строки. И в начало новой строки. То бишь, это мы увидели вот здесь. Видите, мы после Call of World поставили backslash n. И благодаря этому, только благодаря этому, привет мир вывелся с новой строки. После привет мир мы поставили backslash n. И только благодаря этому, вот этот путь вывелся с новой строки. Comprende? А если через две строки, то нужно два раза? Два раза можно, да. Вот тут сколько раз мы поставили... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой капец. Сколько раз мы поставили, столько раз он пустую строку. Ну и перейдет на начало строки. Видите, Windows отъехал уже. Вот, видите, по такому же принципу, как... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас. По такому принципу, как мы вот здесь вот... Видите, табуляторы вставляли. Вот сколько табуляторов надо, столько мы и вставляем. Один за другим. И он фактически нам отодвигает... От начала строки и то, что нам нужно. А вот в пробелах от сколько один табулятор? До восьми пробелов. Да сейчас мы запишем, сейчас запишем. Давайте вот так вот. Backslash-t. Tab. Выводит в консоль Символ табуляции. Выводит в консоль Символ табуляции. Один символ табуляции. Один символ табуляции. Один символ табуляции. Включает в себя До восьми пробелов. Один символ табуляции включает в себя До восьми пробелов. Ребят, вот смотрите. Вот табуляторами Табуляторами мы Это самое Отодвинули Hello World Вот начало строки. Четенько сколько у нас тут? 5,8 40 пробелов Вот у нас 40 пробелов Четенько Вот, видите? Отъехал Hello World А если нужен 35, к примеру, пробелов? 35 Ну, тогда Вот у нас Восьми четыре Тридцать два Раз, два, три Ну, так а так По-другому никак А если нужно три пробела? Три Ну, три только руками Только руками вы поставите По-другому никак Смотрите, табулятор Это общепринятая штука Ну, вот как в Word Допустим Давайте я вам покажу Win Word Ой Что ж такое большое Все Ну, смотрите Это красная строка Что говорите, Надя? Красная строка Красная строка Напомните Напомните, пожалуйста Красные строки Надя, напомните, пожалуйста Деск Я не помню просто Я просто сказала, что папа Это красная строка А, я думал у вас там где-то красная строка Я понял Сорян Сорян Все Я понял, да Ну, смотрите Допустим, если в Word Нажимать табуляцию То у нас Получается Всегда отодвигается На какую-то позицию Видите? Вот Значит Вот тут Ну, кто работает в Word Получается, наверное, восемь пробелов Да Ну, это по умолчанию Ну, это все весьма условно Я вам хочу сказать То, что Табулятор Ставится Вот в определенных точках Понимаете? И вот Это можно регулировать Да Вот тут вот Если поставить Допустим Два Три Четыре И Ну, давайте не четыре А после трех На пять сразу Вот И видите У нас Первый табулятор Пойдет на вот этот На вот этот уголочек Видите? Второй табулятор Вот сюда Третий табулятор Вот сюда Ну, скажем В консольке Мы же так, конечно Не можем Выставлять Конкретно точки Но Табуляция Это Каждая Восьмая Знака Позиция То бишь Если мы Выводим Символ Табуляции Если мы Символ Табуляции Выводим То У нас Следующее слово Попадает На Следующую Восьмую Знакопозицию На Следующую Восьмую Знакопозицию Например Смотрите Вот Привет Так Привет Шесть Букв Всем Блин Ну, допустим Hello Хорошо Hello Пять символов Вот между Hello World Если поставить Табуляцию Давайте вместо Пробела Табуляцию Поставим Табулятор Ctrl F7 Ctrl F5 Видите Вот В Hello Пять символов Вот Допустим H Это Какая-то Знакопозиция Кратная Восьми Здесь Пятый Символ Шестой Седьмой Восьмой И Девятый У нас Получается Еще раз Hello Пять Шесть Семь Восемь Да На девятый Получается Вот Как-то Так А То есть Hello Тоже Идет В эти Восемь Ну Да 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 Hello Тоже Входит В эти Восемь Ну Вот Так По идее После Hello Вот Так Нет Я же говорю Каждую Восьмую Каждую Восьмую А Каждую Поняли То есть Табулятор Переходит На Каждую Восьмую Знакопозицию И Там Сколько У нас В зависимости То есть Пробелов Будет В зависимости От Откуда Мы Перешли Ребят Поняли Поняли Так Что Мы Там Записали Ага Записали Выводят В консоль Символ Табуляции Ну Что Товарищи Домашечка Оу Оу Да Да Так Туду Вывести Записывай А Записывай Записывать Да Не Зачем Ну Я Это Ссылочка Это На Гитхабе Все Будет Это Все Будет На Гитхабе Вывести В окно Консоли Стешок Стешок В лесу Родилась Елочка Да Да Что Вас Так Повеселило Рома Просто Так Стешок Должен Быть Выровнен Посередине Окна Консоли А Также Его Куплеты Должны Быть Разделены Пустой Пустой Строкой Пустой Строкой Товарищи Ваши Вопросы По Домашнему Задания Пустая Строка Это Что Ну Ну Как бы Ребят Создайте Лучше Новый Проект Создайте Проект Елочка И В нем Лучше Сделайте Создайте Новый Проект Лучше В новом А Это У Стихотворения Строк Сколько Там Строк Ну Я Не Знаю Ну Ну 20 Ну Может 25 Вот Ну Скопируем Из Источников Это Просто Из Источников Да Скопируйте Там Посмотрите Какие Спец Символы Нужны Как Там Это Самое Что Повыводить И Так Далее А наизусть Надо Учить Да Зачем Учить Наизусть Не Ну Зачем Так И так же И так же Пом Вот Так Ну Давайте Это Будет Первое Задание Или Это Второе Задание Будет Это Второе Задание Будет Первое Задание Товарищи У нас Всегда Ну Вы Знаете Вы 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 Мы С Вами Договаривались Что Теорию Мы Учим Мы Теорию Учим Мы Не Только Просто На занятиях Это Записываем Потом Откладываем А Мы Это Читаем Каждый День Чем Больше Прочитали Тем Лучше Говорю Сразу Одного Раза Прочитать Не Достаточно Ну Хотя Бы Раз В День Прочитывать Конспект Хотя Бы Раз В День Ну Лучше Больше Вот Но Тут Как Бы Тоже Золотая Середина Нужна И Почитать Конспект И Позаниматься Практически Ну Старайтесь Комбинировать Ребят Старайтесь Комбинировать Сейчас Может Тяжело Будет Но Так Загрузить Вас Вова Чем Бы Загрузить Вова Давайте Я подумаю Не так Сразу Смотрите У нас Следующее Занятие Завтра Следующее Занятие Завтра И Там Я думаю Мы начнем С вами Типы Данных Ну Я надеюсь Что мы Начнем Вот И Там Я у вас Уже Попробую Загрузить Так 825 Сейчас Вова Сейчас Зайду 825 А Вы уже Готовы В смысле Ну Давайте Глянем Давайте Глянем Так 288 388 Какие Модные Дески Пошли Куда Там Капец Так Ну Давайте Посмотрим Давайте Посмотрим Домашние Задания Спишем Так Так Homework Хорош Хорош Быстренько Вы Отлично Так Using Color А ну-ка Ну Серьезный Вы Пацан Конечно Отлично Отлично Просто Это Вы Во время Занятий Сделали Что Львов Я вас Понял Хорошо Так Так Окей О ну давайте Я завтра Уже Выдам Какое-то Задание Вот Так Ребят Вопросы Будут Когда Сдать То надо Когда Сдать Ну смотрите Вообще В идеале На завтра Но я понимаю Что сейчас Уже Полдесятого Вечера И все Хотят Спадки И всем Завтра На работу Поэтому Давайте Мы Спешить Не будем На выходных Спокойно Сядете Сделайте Завтра Мы просто Начнем Новую Тему Хорошо Да Я согласен Что у нас Полодиннадцатого Ну да И причем Это же у меня Полдесятого А кто-то Может Занимается Еще В другом Часовом Поясе Мы же Этого Не учитываем Вот Ну Игоря Вообще Уже Полдвенадцатого Поэтому Смотрите Я понимаю Что одного Дня Мало И сейчас Вот это В попыхах Делать Ну не очень Хорошая идея Это нужно Это нужно Спокойно Спокойно Сесть Запустить Студию Там Посидеть Подумать Притом Это первое Ваше домашнее Задание Ну пускай Там думать И сильно Не о чем Но тем не менее Вы его Сели Спокойно Сделали А не так Вот это Побыстрее Полу спя И так далее И притом После занятия Я думаю У вас сейчас Мозг Подкипает И Я думаю Не лучшая Дея Сейчас Этот Понимаете Отдыхать тоже Надо Отдыхать тоже Если вы не будете Отдыхать Вы Вы себе Мозг Вскипятите Просто И Ну лучше От этого Никому Не будет Поверьте Никому От этого Не будет Лучше Как то так Вот Ребят Еще Вопросы В принципе Нет Где запись Можно будет Просмотреть Еще раз Чего А Домашнее задание Куда я склонюсь Домашнее задание Смотрите Я вам бросал Этот самый Ватсап Репозиторий Ссылочку На гитхаб Ну давайте Я еще раз Заброшу Чтобы Чтобы вам Не искать Значит Когда начнет Работать Там раньше Все задания Были Ребят Ну сказали Что с мая А там Не знаю После 30 апреля Говорили Так что Ну или После 30 апреля Я не могу Точно сказать Я не знаю Ребят Я не знаю Писали в группах Что после 30 20 апреля Или там В начале мая Я запомнил Что примерно В этот период Вот Значит Значит Ссылочку Ватсап Скиньте пожалуйста Да Ссылочку Сейчас мы Ватсап Скинем Сейчас мы Ссылочку Ватсап Скинем Ага Я еще Ссылочку В этот самый Вредми Скину ссылку На конференцию На Google Meet Ой Ну ребят На GitHub Будет ссылка Еще и на Google Meet Так Смотрим Смотрим BV224 Все есть Сейчас Что говорите Назову Как новый проект Зайти создать Ничего Видосы же есть Видосы Вы же можете По видосам Посмотреть Файл New Project Файл New Project Да Ребят Проверяем Ватсап Я сбросил Проверьте Пожалуйста Проверьте Пожалуйста Что говорите Все Пришло Можно Идти Да Ребят В принципе На сегодня Все Всем спасибо Хорошего Вечера Спасибо Олег Спасибо Всегда Пожалуйста Олег Да Лена Я вас слушаю Это Диана Ой Простите Диана Да Да Диана Я вас слушаю Слушайте Я могу вам Отправить Сейчас В личку Сообщение Чтобы вы посмотрели На ноут Не побеспокою вас Да Бросайте Конечно Все нормально Бросайте Бросайте Я сейчас Гляну Ладненько Ребят На сегодня Все Всем спасибо Хорошего Вечера Спасибо До свидания Всем до свидания До свидания До свидания Все ребят Всем пока До свидания До свидания До свидания